Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помимо меня грешного. Мы решили дать небольшое объявление, я буду его считать, попрошу направить именно на это, чтобы хорошо было видно написано. Желающие воспитать детей в вере Христовой, православной, можете позвонить по телефону. 385-2, это код, и 62-81-37, Барнаул. И спросить про детский лагерь, там ответят, как секретарь остается. И далее три телефона, даже четыре. 8-963-575-2579, это Пащенко Владимир Александрович. И 8-961-984-8146, Савченко Виктор Николаевич. И 8-962-815-2415, Колесников Никита Андреевич. И 8-961-230-70-60, Лапкин Игнатий Тихонович, то есть это я. Создатель и 45 лет потрудившийся начальником этого лагеря Стана Бессменно. Без помощи государству, повторяю, за 45 лет, не получили от государства никакой помощи, ни рубля, ничего не было. За эти 45 лет не потеряли ни одного ребенка, не повредили, не было отравления пищей и других бед. И все это по милости всемогущего Бога нашего Иисуса Христа. Наше местонахождение находится в 150 километрах от Барнаула. Алтайский край, Мамонтовский район, поселок Потеряевка. Посмотрите по карте, зарядите. Это на ветке Барнаула-Колунда, а от железной дороги там 4 километра. Ну, ночью поезд один неудобный. Лучше на своей машине, когда разрешение получат. Что именно нужно? Путевку? Все это вам ответит. Я даже могу сейчас это найти. Но дело-то вот в чем еще. Мне нужно, чтобы люди сами посмотрели видеоролики, которые у нас сняты о лагере. Я думаю, вряд ли можно найти хотя бы один лагерь в мировой практике, чтобы о нем было столько снято. Это не просто как-то. А нас снимали фильмы, которые заняли первое место на международном киноконкурсе. Фильм называется «Пречувствие». Вы его не найдете, может быть, но на нашем сайте есть. Мы покажем наш сайт «Восвете Библии». Называется сайт. Православный библейский сайт. На нем вы все это найдете. 427 роликов снято. Представляете, какая это цифра. Это все, абсолютно все. От подъема до отбоя. И как в пятницу. Костер-картошка. Как отдыхают. Как по воскресеньям на лодках катаются. Ходим по ягодам. Ну, земля. Мы строим там с нуля. С нуля православную деревню. Там поселиться может тот, кто пяти качеством соответствует. Пять докажет, что он не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. В России уничтожено примерно 21 тысяча сел, поселков. Мы первые, которые получили статус. Там 20 лет был пустырь один. А в Аналтае более 400 сел погибло. И начали строиться. И когда ехать, если в Варнаул Мамонтово по асфальту, да по дороге, то после 73-го километра направо сразу дорога сворачивает. Написано Потеряевка. Это прямо уже 16 километров проселочной дорогой. Не в дождь, конечно. Когда два ведущих. У нас тут дети были, они уже в другие лагеря как правильно не ездили. Потому что мы старались создавать 100% защищенность ребенка. Не обзываться, не драться, ничего этого не было. То есть это у нас очень строгая дисциплина была. Чтобы все умели делать. Мальчику даже не разрешается или девочке пальцем задеть другого. И где они в кельях были, то даже мимо мальчики не пройдут. Теперь у нас другой уровень, другой формат, чем раньше было в лагере. Потому что приобрели несколько домиков, капитальные дома. И там будут находиться. У нас фактически все есть. Свои бани. Бани свои. Свой колодец и не один. Свои пекарни. Ну, свои продукты. Покупаем молоко. Там бывает мед. Даже такое есть. Вот. 427 видеороликов. О нашем православном, детском, трудовом лагере станет в честь священномученика, епископа Климента Анкирского. В 312 году он был замучен. Их перечень можете получить в этом видеоролике. А вот теперь перечень-то этих я и хочу показать. Почему? По-другому-то никак нельзя. Это объявление для газет. И вот теперь мы посмотрим, как это выглядит. Вот оно где. Здесь выставлено оглавление только около 275 роликов для ознакомления с жизнью в этом уникальном лагере Стане. Что он уникальный, это понятно. Снимали о нас лагерь. Называется «Златоус из Потеряевки». Фильм. Фильм это не видео, а государственное. Свердловская киностудия документальных фильмов. Красноярский филиал снимал Кузнецов Владимир Сергеевич. Он был в Алтайском, в отделе культуры работал, в Алтайской администрации здесь. Это тоже можно найти на нашем сайте, я покажу. Он занял первое место в России. Это на дороге, говорит, такие награды не валяются. Вот. Как я буду называть, допустим, вот это трудно, которое уже, ну, адрес сказать интернетный-то, но все-таки видно. Ну, а называется вот как встреча такого-то. Если зарядить это в Ютубе, оно сразу выйдет. По-русски. В Ютубе и зарядить вот это, тут недолго, две строчки-то напечатать-то. Это можно. Я несколько буду считать. Обед в новой столовой без комаров. Православный детский лагерь Стан 2015-й. Ну, и дальше это мой телефон. Это все в названии. Разговор по телефону с родителями. Православный детский лагерь Стан. Повторяю, в Ютубе. Если зарядить, я не знаю, может быть, это даже и в Гугле можно зарядить, но что-то фильм. Именно фильм. Фильмы разной длины. Дальше. Разбор поведения на костре 13-го, 06-го, 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 это июнь 15-го, 2015-го года. Православный детский лагерь Стан. Смотрите, как название. А это его интернетный адрес. Наставление к жизни. Православный детский лагерь Стан. Хорошо видно или нет? Я по порядку тогда считать не буду даже. Сами смотрите, какой вам понравится, напишите, и вот сразу ролик выйдет, и вы увидите наяву. Я пока буду просто продергивать вперед. Чтобы могли. Катание на лодках вот здесь. Смотрите, запоминайте. Повторяю, 45 лет. Такого лагеря больше нету. Нигде. Он уникальный во всех отношениях. Такого лагеря больше нету. Такого лагеря больше нету. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Это необычный такой ролик, я молчу, потому что люди читать будут... Продолжение следует... 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 вот это остается мыло здесь потому что стираем покупаем порошки там проще сумку или рюкзак с меткой надписью своей фамилии инициалов кружку ложку чашку несколько чистых тетради ручку карандаш карандаши можно нитки и иголки удочки на гальяна что тут еще не сказано все практически сказано в этом ролике вот который мы сейчас сделаем новые видеоролики его выставим он необычный тем что я молча протягиваю только надписи тут все необычное если кто ребенка желает воспитать послушным трудолюбивым знающим много и заботящимся о своей душе что эта жизнь коротенькая временная лучшего места просто не найти все православные все верующие вас все верующие вот теперь это в частном доме поэтому тут будут доверенности написаны как что люди знают доверяют потому что проверяют нас тоже и было и этот лагерь необычен тем что могут пребывать если мы знаем и родители конечно не курящие кого знаем дедушка или бабушка бывает где-то мы знаем то же самое по путевке я сейчас посмотрел самое дешевое в алтайском крае 10 тысяч 10 тысяч я думаю нынче у нас будет примерно 7 это самое большое 7 тысяч и не за три недели как у них это 10 тысяч а за месяц за 30 дней и закрытие лагеря у нас будет примерно 2 августа 2 августа и в этот день там флаг вывешивается российской федерации трехцветные красный синий белый и все песнопение в субботу в среду не средства ты говорю в среду среда пятница у нас постные дня в пятницу как раз костер картошка вот они готовятся неделю там песнопение ну и все такое прочее работают сами себя обеспечиваем дрова ребятишки пилят в огороде работаем когда до обеда после обеда занятия идут занятия и игры футбол играют там новый был настольный теннис качели городки ходу ли разную ну то есть их разных много много качели там как для маленьких как батут это кровать там держится прыгают ну что еще сказать-то с лошади на еще не получится видимо потому что павел уехал лошадь свои забрал и у него там нету ну бывает виктор на мотоцикле на ямахе там прокатит ребятишек ходим святая собирают травы какие надо сушат дети с собой возят и даже корень солодки далёко но это экскурсия большая в одном направлении только идти около двух с половиной километров вот если но обратно уже машину подогнали привезли клубника начинается есть смородина берем малина старые заброшенные сады что еще сказать подъем ранее в пять утра в пять утра дети решают каждый день во сколько ложится никто за ними не бегает колокольчик все встали и сразу утром сходили в туалет за водой идут за водой в колодец с ведерками качает насос там электрический насос стоит после этого зарядка утренняя обязательно и потом молитва иногда комары есть поэтому выходят на бугор такой холм есть там когда-то водонапорная башня была все пристроена так а потом дается толкование священного писания евангелия то есть от лагерь по очень многим параметрам совершенно необычный вот если допустим ну приезжает мать а какой возраст до семи лет с кем-то а семи лет самостоятельный повторяю что у нас в лагере очень строгая дисциплина никаких баловство не принимаются вот платочек обязан показать за стол садиться помолились платочек показать а если нет там назначено место куда сбегать с дерева сорвать листик разового пользования память ему пришивается я сегодня посмотрел викибедии детские лагеря когда возникли они они совсем недавно даже двухсот лет нету и сделал кто первый и главное у них воспитание было по библии мы как раз в это а потом отменили советская власть отменила скаутские лагеря а там еще царский сын алёшка в нем был в лагерях то и что крупская предложила сделать такое уже такие же лагеря но с внутренним другим содержанием галстуки чтобы была труба она труба и была и галстуки были то не новое но коммунистическое воспитание у нас христианское православное воспитание вот это говорю для тех кому как раз то говорит что доктор прописал вот так ну что еще по лагерю есть какие-то вопросы вот я сказал и цена известна где-то но у нас бывает так что она многодетная мать приезжает у нее пятеро ребятишек и не один год даже все это бесплатно у нас в среднем раньше было 57 процентов детей полностью бесплатно но это те которые не могут мы тоже покупаем у меня пенсия минимальная 6523 рубля мне нечего брать и конечно мы стараемся достать помогают люди кем чем мука у нас сами стряпают хлеб дети учатся там разные ватрушки стряпать им интересно русские печи русских три печи у нас и поэтому был даже тесто местом держа и там она одним как сама мешает тесто мы сейчас по малой делаю я уже приготовила сухарей на случай если как это задержка с хлебом хлеб покупает но больше всего сам сами делаем холодильники я сейчас приглашаем брата издалека володю пищикова с урала что приехал холодильники все выправил а попутно и игорю комбайн там он еще один комбайн купил фермер у нас староста деревни вот поэтому вот это стирально у нас есть машинки но на видо маленькие каждую неделю стирка и баня если в баню сходили в субботу тоже в этот день не купаются то есть правила такие до сна хотя бы часа через два уже до сна не купается волосы мокрые и везде все первое мальчики глава мальчики едят они на разных в церкви стоят мужской пол справа женщины слева так было всегда это не просто традиция это правило такое так оно и есть к нам приезжают лишь бы дети верили хоть немного дальше будет учить а родители верят не верят не знаю если родители верующие ребенок не верит мы ребенка никогда не возьмем он не желает зачем ему летний отдых портить он именно понимает здесь на его страже все чтобы его не обидели и он вернулся здоровый поправившийся много ходим босиком 1 5 6 даже по 6 раз в день купаются у нас пруды свои сейчас у нас еще один пруд появился другие то мы не могли прочистить а все-таки сегодня мы многое можем уже сказать сделано эти дома пока приобрели в прошлом году мы перешли из полевой 2 500 метров от деревни был лагерь лагерь как таковое слово не употребляется это чтобы роспотребнадзор на нас не наезжал как в прошлом году а все остальное остается тоже распорядок тот же поле ну все остается также самое подготавливаем у каждого дома там построили ну как на улице сортир туалет на два щека все рассказываю и приезжает если коллективом с ками допустим голендухин владимир с урала катеринбург ему отдельный домик и они в нем будут каждый готовит сам продукты им даются топливо надо заготовить и электричество он за электричество там придется что-то заплатить плитка много берет нам не потянуть ничего нету денег то нету но зато это на всю жизнь для вечности мы работаем и дети знают то что приходит она все знает кто телефон изобрел мобильный кто интернет интернет тим бернер сли а телефон мартин купер все знает кто президент премьер-министр кто глава администрации то есть дети все нас изучает и слово божие мы не смотрим а приезжает если православные баптисты адвентисты мы на это не смотрим а кто по национальности евреи цыгане немцы казахи и кого только у нас не было у нас все единое во христе в боге но все-таки не два года вот я начальник был 45 лет и ни одного повреждения ничего не было мы обедками детей не кормят что-то не доел обязан каждый чашку залезать и показать а дежурный напротив каждого стола было в лагере махнул рукой чашку опрокинул у нас за все лето ни одной ложки еды не пропадала нигде это мы то перенесли сейчас в другом формате то есть в домах уже будет под кровли ну это конечно более серьезный электрический свет все здесь есть ну так мы думаем молимся за нас многие молятся чтобы бог сохранил хороших детей прислал чтобы они имели веру вот так богу нашему слава ну все можешь отнести по показать тому то а сегодня у нас 18 мая 2017 года вот сегодня четверг кажется так я говорю но все остальное еще сказать то больше о нас ничего нету все остальное есть слава богу за все аминь а